Базовый зимний гардероб Наконец-то Итак, сразу хочу проговорить момент того, что во многом базовый зимний гардероб, естественно, будет перекликаться с осенним Особенно это касается той одежды, которую мы носим под верхней одеждой Но некоторые отличия все-таки есть, порой даже очень существенные Поэтому я решила вынести зимний гардероб отдельным видео Я надеюсь, что кому-то оно все-таки пригодится И, в общем-то, да, предлагаю начать Первое, что пригодится нам в зимнем базовом гардеробе, это скини джинсы Я рекомендую выбирать именно серые скини джинсы Потому что мне очень нравится создавать такой тотал грей лук И создать его без серых джинс, в общем-то, невозможно Я уже не раз показывала вам этот образ, я люблю его за то, что он выглядит очень собранно И так, как будто вы потратили достаточно много времени, размышляя о том, что он деть Хотя на самом деле это не так Все, кого смущают голые ноги и голые щиколотки в этом видео Пожалуйста, просто раскатайте джинсы Вам совсем не обязательно их закатывать Просто я так люблю, я так ношу и мне это нравится Вам этого делать не нужно Либо заведите себе какие-то хорошенькие серые носочки Что-то вроде вот этих, например Они будут отлично смотреться, даже если их будет видно под вашими джинсами или брюками Поэтому выход всегда есть Вам совершенно не обязательно копировать то, что я показываю Просто используйте это как наводку и толчок в каком-то определенном направлении Дальше нам понадобятся какие-то джинсы на каждый день Они должны быть вашей любимой формы, вашей любимой посадки, какого-то нейтрального цвета Я знаю, что очень часто говорю об этом, но это действительно важный момент Вам должно быть хорошо и комфортно в этих джинсах, на то они повседневные Я рекомендую выбирать джинсы с высокой талией Потому что они идут практически всем Кому-то больше подойдут скини джинсы, кому-то подойдут более широкие, как у меня Но мне кажется, нет ничего хуже, чем когда ты садишься на стул, на парах, на учебе или на работе и так далее И на тебе надеты джинсы с низкой посадкой Свитер немножко приподнимается, джинсы опускаются вниз И видна вот эта полоска кожи не очень красивая Мне кажется, этого лучше избежать и выбрать джинсы с высокой талией Следующее, что нам понадобится, это шерстяные брюки В идеале брючный костюм из шерсти То есть верх этого костюма может быть как каким-то шерстяным топом с длинным рукавом, так и пиджаком, например У меня пока такого костюма нет, но я сейчас в активном поиске, потому что эта вещь совершенно незаменимая Во-первых, она прекрасно смотрится вместе То есть пиджак с брюками можно надеть, с кроссовками, можно надеть с каблуком Как угодно, будет смотреться очень стильно и самое главное, в этом вам будет тепло Также вы можете разделить костюм на две половинки Носить брюки, например, с каким-то свитером крупной вязки, очень уютным и классным Или носить пиджак отдельно с красивым нарядным платьем Миллион вариантов, брючный костюм даст вам огромное поле для деятельности Следующую вещь я как раз-таки позаимствую из своего видео про осенний базовый гардероб И это кожаные брюки Здесь все очень просто объясняется, потому что свитер плюс джинсы плюс черные ботинки равно обычная горожанка А свитер плюс кожаные брюки плюс черные ботинки равно топ-модель по-американски Я знаю, что зимой всем хочется чего-то уютного, светлого и пастельного Но я безумно люблю создавать образы в темных оттенках и зимой и летом Это моя страсть, поэтому если вы с такой же страстью относитесь к черному, темно-синему и так далее Вам необходимы кожаные брюки Дальше давайте перейдем к юбкам И здесь я опять же предлагаю вам обратить внимание на все эти юбки, о которых я рассказывала в своем видео про осенний базовый гардероб Ссылку на это видео я оставлю вам ниже, если вы не смотрели его Помимо этого, как ни странно, я считаю, что юбки длины миди уместнее как раз-таки носить зимой и в холодное время года Потому что мы будем надевать их, естественно, с колготками Во-первых, в колготках ноги смотрятся стройнее, немножечко лучше Во-вторых, когда вы надеваете мини-юбку с достаточно плотными или просто темными колготками Это смотрится гораздо менее пошло, чем летом на голую ногу Поэтому, если вас немножко смущает этот момент, я вам предлагаю носить мини-юбки именно в зимнее время Далее, один из моих самых любимых элементов гардероба Это платье с длинным рукавом и с какой-то плотной ткани Ткань остается на ваш выбор У меня здесь просто вязаное платье, в котором очень тепло, уютно Оно достаточно мягкое и длинное Почему я всегда агитирую за платья подобного рода? Потому что они, во-первых, спасают вас, как я уже рассказывала много-много раз От ситуации нечего надеть утром Когда у вас нет времени, или вы проспали, или ничего не приходит в голову Вы просто накидываете это платье, одеваете пару колготок, классные ботинки И весь день выглядите замечательно, собрано То, о чем мечтает каждая девушка Далее давайте поговорим о водолазках Я считаю, что в зимнем базовом гардеробе должно быть хотя бы минимум две водолазки разных оттенков Потому что на самом деле это очень полезная вещь Мало того, что она работает не только как верх вашего костюма, но и как шарф Потому что водолазки, которые очень плотно прилегают к вашей шее, они отлично защищают от ветра Вообще, конечно, чем больше разных водолазок, тем лучше Они стоят не так дорого, можно за 2000 рублей найти прекрасную, качественную водолазку Которая прослужит вам несколько лет Кстати, в этом сезоне водолазки особенно актуально смотрятся под платьями Например, какое-то платье-комбинация очень романтичная Длины миди на тонких бретелях Или платье а-силуэта а-ля 60-е Поэтому, если у вас с лета остались какие-то бежевые, персиковые, приятные, светлые платья Вы можете просто накинуть их на темную водолазку На контрасте будет смотреться просто отлично Надеть пару колготок, черные ботинки и вперед И это можно делать каждый день С разными водолазками Дальше давайте поговорим про свитер Oversize Дело в том, что зима и особенно вот эти вот месяцы предпраздничные Это как раз тот период, когда вы проводите очень много времени дома Или со своими близкими, со своими друзьями, со своей семьей и так далее И я скажу вам, что свитер Oversize это, наверное, единственная вещь, которую я ношу на улицу И мне не хочется снимать ее по приходу домой Потому что мне действительно уютно в этом свитере, очень-очень тепло Поэтому приобретите себе такой обязательно Он может быть темный, как у меня Он может быть достаточно светлый Главное, чтобы он был гипертрофированно большим С длинными рукавами, огромным воротником Практически как одеяло, только сшитое в нескольких местах Далее я покажу вам две вещи Я предлагаю выбрать только одну из них, которая вам ближе, которая вам нравится больше Потому что обе эти вещи в спортивном стиле, они нужны для создания более спортивных образов Либо укороченный свитер, либо мягкий, уютный свитшот Конечно, в пользу свитшота гораздо больше аргументов Потому что он и теплее, и длиннее И под него можно надеть что-то еще И это будет даже незаметно Но лично мне нравится укороченный свитер Потому что он смотрится гораздо более необычно По поводу удлиненных теплых кардиганов Хочу сказать буквально пару слов Потому что я очень люблю их Хотя ношу достаточно редко Но дело в том, что это прекрасный дополнительный слой для утепления Такой кардиган не будет заметен под верхней одеждой Потому что, как правило, зимняя верхняя одежда и так достаточно массивная Тем более, если вы приходите на пары или в школу, и там достаточно холодно Я не знаю, почему у меня сегодня такие институтские примеры приходят ко мне в голову Но тем не менее, если вы приходите в помещение, и там холодно Вам необходимо снять куртку, вы остаетесь в какой-то дополнительной запасной куртке вроде как И вам уже не так холодно и не так противно Далее перейдем к необходимой нам верхней одежде И здесь у меня несколько моментов, которые я хочу озвучить для вас Заострю ваше внимание на том, что большую часть времени Это, по крайней мере, касается тех, кто живет в холодной части России, как я, например Большую часть времени мы с вами проводим именно в верхней одежде Поэтому я призываю вас тратить больше денег именно на верхнюю одежду По крайней мере, покупать больше вариантов верхней одежды Потому что, поверьте, вам будет не так скучно жить Потому что, когда одна и та же куртка, и при этом вы постоянно меняете то, что под ней Для вас это будет не так интересно, как, например, иметь одни и те же джинсы, но при этом постоянно менять пальто На самом деле это имеет смысл, просто подумайте об этом Пища для размышления Конечно, все нужно делать в силу возможностей Но если у вас стоит вопрос купить себе три свитера или одно новое пальто, я бы рекомендовала купить одно новое пальто В любом случае, нам обязательно необходим хотя бы один очень-очень теплый элемент верхней одежды Это может быть шуба, это может быть какая-то утепленная пуховая парка Это может быть дутый пуховик, например Здесь ваш выбор будет зависеть только от ваших возможностей и от вашего стиля Поэтому ничего конкретного я навязывать не буду Единственное, что я должна проговорить, лично у меня нет натуральной шубы Это связано с моими убеждениями, личными заморочками и так далее Я считаю, это личное дело каждого, иметь или не иметь шубу Но очень многие спрашивают меня совета, с чем ее можно комбинировать И какую шапку, какую обувь можно подобрать Поэтому я буду показывать вам на примере искусственной шубы У меня есть замечательная коричневая шуба в винтажном стиле, которая очень похожа на натуральную Она послушает отличным примером Шуба, как все мы знаем, вещь достаточно нейтральная и универсальная Она прекрасно подходит как к спортивному стилю, так и к стилю casual, так и к какому-то парадно-выходному нарядному и так далее Все зависит от того, какими вещами вы будете окружать свою шубу Если это спортивный стиль, играйте до конца Выбирайте классную спортивную пацанскую шапку Можете даже надеть какие-то уютные спортивные штаны Кроссовки, огромные варежки и так далее Если вы хотите стиль casual, шуба опять же поможет вам создать образ такой рок-звезды из 80-х Если же мы хотим создать какой-то более уютный образ Тут прекрасно подойдут плотные вязаные колготки, например, серого цвета Какие-то пушистые уги, если вы не против уг Если вы противник уг, у меня для вас есть альтернатива, вы ее увидите дальше Кроме того, подойдет свитер крупной вязки и огромная-огромная вязаная шапка В ней вы будете выглядеть как гном, я точно выгляжу в ней как гном Но, тем не менее, она очень стильная и теплая И мне нравятся гипертрофированные вещи, поэтому вам рекомендую попробовать Потому что здесь мы с вами говорим о стиле, о моде, о чем-то более интересном О том, как можно выделяться в повседневной жизни Поэтому и базовый гардероб тоже может быть интересным Дальше о пуховиках Я упомянула, что можно выбрать парку Но, если честно, лично мне парки уже порядком поднадоели Поэтому я предлагаю вам выбрать какой-то дутый пуховик Может быть, более интересной формы, как у меня здесь Несмотря на то, что он просто черный Мне кажется, он выглядит весьма лаконично и очень стильно Он подходит к любой обуви, к любой одежде Его можно надеть даже на работу с юбкой Он будет смотреться отлично Далее шерстяное пальто Я никогда не устану вам говорить про шерстяное пальто Потому что, ребята, в нем реально тепло Купите себе длиннющее, массивное шерстяное пальто, как у меня И вы поймете, о чем я говорю Вы поймете, в чем смысл Я, естественно, не призываю вас носить его в минус 30 Потому что, ну, все мы умеем думать У нас у всех есть голова Но зимой не всегда минус 30 Бывает и минус 10, и минус 15 Далее искусственные шубы На самом деле, этой зимой искусственные шубы особенно актуальны Но это не говорит о том, что они не будут актуальны следующей зимой Или после следующей зимы и так далее Если вы выберете искусственную шубу какого-то нейтрального оттенка Достаточно ненавязчивую Она будет в моде еще много-много лет Здесь, наверное, самый главный нюанс, который все должны уловить Это то, что искусственная шуба ни в коем случае не является заменой натуральной шубы Потому что по своим теплоизоляционным свойствам, так сказать Она скорее приближена к какому-то тренчу или легкому пальто Тепло в ней вам не будет Но она отлично смотрится на фоне снега Поэтому если у вас есть какая-то парадно-выходная ситуация Когда вы идете в ресторан, в клуб и так далее И вам не нужно что-то слишком теплое Искусственная шуба прекрасно подойдет Кроме того, все равно ближе к весне станет теплее И вы сможете носить шубу даже на какой-то повседневной основе Дальше давайте перейдем к аксессуарам И первое, о чем я хочу рассказать Это меховой шарф или меховая накидка Называйте как хотите Но я думаю, смысл ясен Многие из вас скажут, что этот аксессуар совершенно не похож на составляющую базового гардероба И вы будете совершенно правы Но я хотела поговорить о меховых шарфах Потому что это отличный выход из ситуации для тех, у кого не так много верхней одежды Если у вас есть буквально, например, одно или два пальто Использование мехового шарфа поможет вам совершенно преобразить эти вещи Кроме того, вам совершенно не обязательно выбирать такой яркий, как у меня Это лично мое предпочтение Вы можете выбрать просто коричневый или бежевый, например Из искусственного меха или из натурального Опять же, как вам понравится, как вам захочется Кроме того, этот аксессуар прекрасно работает не только с верхней одеждой Но и с какими-то свитерами, платьями и так далее Поэтому, сняв пальто, вы можете оставить его накинутым на плечи И выглядеть гораздо более стильно, чем если бы на вас было просто Обычное серое платье, как у меня здесь, например Дальше шарфы и палантины Здесь я предлагаю вам иметь хотя бы один шарф и один палантин Потому что, опять же, в зависимости от температуры И в зависимости от образа, который вы хотите создать Вам понадобится либо то, либо другое Многие из вас задают мне вопросы на тему того Стоит ли покупать комплектами, например Шапка, шарф, перчатки, все одинаковое В принципе, можно, но мне кажется, это слишком простой путь и слишком скучный Если у вас, например, бежевая шапка, такой же бежевый шарф И хотя бы другие перчатки уже будут смотреться поинтересней Я лично комплекты, как правило, игнорирую Покупаю разные шапки, шарфы и перчатки Но в одном каком-то стиле они должны все равно перекликаться между собой и сочетаться Вообще, аксессуаров, особенно палантинов и шарфов зимой, чем больше, тем лучше Потому что, опять же, при наличии ограниченного количества верхней одежды Аксессуары помогут вам каждый день создавать новый образ И разнообразить ваш гардероб в целом Поэтому, если хочется отъехать бюджетно, купите много шарфиков Дальше варежки и перчатки При перчатке я, опять же, уже рассказывала вам в видео про осенний базовый гардероб Я предпочитаю комбинированные перчатки из кожи и текстиля Они смотрятся здорово, они смотрятся интересно, очень красиво Если говорить о варежках зимой, я очень люблю огромные, пушистые, массивные варежки Они могут быть из овчины, из шерсти, из чего угодно Что вам больше нравится и что больше сочетается с вашей верхней одеждой Потому что, мне кажется, что если мы живем в таком климате, где постоянно холодно Нужно подчеркивать массивность своей верхней одежды Это смотрится гораздо более круто И нарочито большие вещи, будь то варежки, шапки, огромные шубы Огромная, уютная, теплая обувь Это классно, это смотрится просто отлично Поэтому ни в коем случае не стесняйтесь этого Одевайтесь, чем больше, тем лучше Про шапки я вам немножечко уже и рассказала, и показала Для зимнего базового гардероба я рекомендую иметь Одну шапку крупной вязки, нейтрального оттенка, очень теплую Одну спортивную шапку И можно иметь какую-то простую черную или серую шапку без наворотов Я такие не очень люблю, но я допускаю, что они, может быть, нужны кому-то для работы И так далее, чтобы выглядеть скромнее, чем одеваюсь я Перейдем к нашему завершающему пункту Это обувь Первое, что я рекомендую вам иметь, это одну пару очень теплой, гипертеплой обуви Для каких-то особо холодных дней или каких-то активностей на свежем воздухе и так далее Конечно же, как правило, это уги Но если кто-то с ними не дружит или имеет что-то против, я предлагаю вам другой вариант Это такие дутики-луноходы Я купила свои в прошлом году и не пожалела еще ни разу Потому что это очень теплая обувь, которая не промокает Смотрится здорово Вы можете выбрать такие же высокие, как у меня Или более низкие Они существуют разных размеров, разных форм, совершенно разных расцветок Цвет таких ботинок может быть очень ярким Он может вообще не сочетаться с вашей верхней одеждой Поэтому не подбирайте тон в тон Вы можете носить такую обувь даже с шубой, с любым вашим пуховиком и так далее Дальше наши дорожки немного расходятся Потому что в зависимости от вашего образа жизни, от вашего рода деятельности Мы будем выбирать комплект обуви, который должен быть у вас в зимнем базовом гардеробе Если вы работаете в офисе или где-то, где есть дресс-код Или в любом другом месте, где вы вынуждены достаточно часто носить каблуки Я рекомендую вам, конечно же, во-первых, завести пару зимних ботильонов на устойчивом каблуке Повседневный вариант Здесь у меня, конечно же, не зимние ботильоны Я просто вам показываю примерную модель, которую можно купить с мехом внутри Дело в том, что у меня нет обуви с мехом вообще Правда, я клянусь вам, у меня нет такой обуви Я не знаю, почему так произошло в моей жизни Но, тем не менее, никто не запрещает нам посмотреть на эти осенние ботильоны И выбрать зимние такого же типа Далее вам понадобится одна весьма лаконичная пара обуви на плоском ходу Это могут быть, например, высокие сапоги-ботфорты с мехом Или просто черные ботиночки, как у меня здесь На ваш выбор, в зависимости от вашего гардероба И последнее, это ботильоны на шпильке, нарядные Кстати говоря, ботильоны на шпильке и какую-то нарядную обувь Я рекомендую вам отложить именно из осеннего гардероба Потому что, по сути, мех внутри вам не нужен Вы будете находиться по большей части в помещении Вам нужно только доехать докуда-то, в принципе, ну Тут можно перетерпеть и доехать в осенние обуви Зато вам не будет жарко в помещении Вернемся к нашей развилке Если вы не работаете в офисе И вы просто студент, либо школьник Либо ведете активный образ жизни Либо ваша работа не обязывает вас одеваться определенным образом Здесь я рекомендую вам Лучше иметь две пары обуви на плоском ходу Потому что, если нет необходимости надевать каблуки зимой Я не вижу в этом смысла В них достаточно скользко и опасно ходить Поэтому, если есть возможность этого избежать Лучше этого избежать Лучше купить себе две пары разных ботиночек Разных по стилю, я имею ввиду На плоском ходу Это могут быть какие-то ботинки челси с мехом Или, например, массивные ботинки а-ля берцы, опять же, с мехом Либо черные ботильоны с заостренным носом без каблука Тоже с мехом внутри Это все продается, это все есть в магазинах Ну и, опять же, как третий вариант обуви Какие-то ботильоны на выход Примерно то же самое, что я проговорила в первой ситуации Не обязательно покупать, можно одолжить из осени Лично я, например, не могу жить зимой без спортивной обуви Без каких-то кроссовок Правда, я большую часть зимы провожу в кроссовках Если вы покупаете себе кроссовки на зиму Во-первых, обратите внимание на то, чтобы их подошва была достаточно толстой и широкой Потому что земля, естественно, холодная, промерзшая Чем толще ваша подошва, тем теплее вам будет Второй момент Берите на размер больше или на полразмера больше Потому что кроссовки можно надеть шерстяным носком И вам будет у них супер-пупер тепло Опять же, не нужно воспринимать это так, что я предлагаю вам идти куда-то гулять в 30-градусный мороз В кроссовках с шерстяным носком Нет Но если вам нужно доехать до работы или до института Или куда-то к подружке в гости Вы можете надеть шерстяной носок Приехать на место назначения Снять его и чувствовать себя очень комфортно на протяжении всего дня На этом у меня все о зимнем базовом гардеробе Сейчас у меня для вас маленький сюрприз Дело в том, что во вторник у меня день рождения Я это говорю не для того, чтобы все меня начали поздравлять Просто я хочу в честь своего дня рождения Разыграть для вас какой-то подарок Потому что мне безумно хочется сделать для вас что-то приятное Просто отблагодарить за то, что вы поддерживаете меня И пишите столько теплых слов и комментариев Что у меня иногда просто сносит крышу Конечно же я решила, что одно из средств моей самой любимой компании La Privy Будет отличным подарком для любой женщины и девушки Никакой крем или сыворотку я выбирать не стала Потому что мы все разного возраста И у нас разный тип кожи, которая требует разного ухода Мне хотелось бы, чтобы подарок был универсальным для всех Поэтому я выбрала вот этот Eye & Lip Perfection Parter Замечательное, роскошное средство Я сама пользуюсь таким Обновляю уже второй тюбик Как раз на примере своего средства Я покажу вам, как оно выглядит на самом деле Потому что победитель получит вот эту вот запакованную, нетронутую, девственную коробочку Итак, вы получаете средство два в одном Во-первых, давайте оценим упаковку Очень красивая, лаконичная, элегантная Из белой кожи Ее можно просто бросить в сумочку, как аксессуары Доставать по необходимости Мне безумно нравится Расчехляем наш чехол И здесь уже непосредственно сам тюбик с продуктом Сама маленькая баночка в стиле La Privy Очень красивая, серебристая В этом компактном футляре есть два отделения Как видите, на верхней кнопке написано Ice На нижней написано Lips Когда мы открываем верхнее отделение Мы получаем очень удобное маленькое зеркало И здесь у нас крем-гель для глаз Который снимает все следы усталости Кстати, его можно использовать как очень легкий и натуральный хайлайтер Хайлайтер, я забыла слово Я достаточно часто использую именно в качестве хайлайтера На верхней части своих скул И открываем второе отделение Здесь у нас еще одно зеркало и бальзам для губ Должна сказать, что это один из лучших бальзамов для губ Который мне приходилось пользоваться Это отличный люксовый продукт Если вы хотите выиграть его Я расскажу вам условия Во-первых, вам нужно подписаться на мой канал Если вы еще не подписаны И на мой инстаграм Мой инстаграм Вострикова, нижнее подчеркивание Кей, пожалуйста Приходите, подписывайтесь Потому что этот конкурс открыт только для подписчиков А второе, нужно поставить лайк к этому видео И написать комментарий Что бы вы хотели получить на свой ближайший день рождения Вот, в общем-то, и все Вы можете оставлять бесчисленное количество комментариев Чем их больше, тем выше ваши шансы на победу Розыгрыш продлится до следующей субботы То есть до 28 ноября Поэтому вперед, дерзайте Если вам нет 18 И понадобится разрешение ваших родителей Потому что мне придется спросить ваш домашний адрес И да, победителю я отправлю подарок В любой город, в любую страну Где бы вы ни находились На этом я наконец-то заканчиваю Огромное вам спасибо за просмотр Увидимся с вами в следующий раз Обнимаю, целую, пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok